Протесты, подобные этому, уже не редкость во многих странах мира. Сегодня все больше людей уверены в том, что изменение климата несет с собой угрозу для человечества. Тем временем в Вашингтоне глава Агентства по охране окружающей среды подписал новое постановление, отменяющее меры администрации Обамы по сокращению выбросов парниковых газов. Документ назван решением о доступной чистой энергии. Когда эта мера будет реализована, в полной мере в США выброс углеродов в атмосферу сократится на 35% от уровня 2005 года. Мы также рассчитываем снизить выбросы диоксида серы, оксидов азота и твердых частиц. Международное энергетическое агентство отмечает, что США должны сократить свой выброс на 74% во избежание потенциальных катастрофических последствий. Эксперты говорят, что средняя температура Земли уже поднялась более чем на 2 градуса по Цельсию. Мы уже видим более частые и более сильные штормы, наводнения, лесные пожары. Сезон возгораний фактически удлинился. Ещё не так давно он был намного короче. По данным бюджетного управления США, за последние 10 лет экстремальные погодные условия уже обошлись экономике страны в более чем 350 миллиардов долларов. Климатологи предупреждают, что это только начало. Я не думаю, что правительство США готово к природным катаклизмам, с которыми мы уже сталкиваемся сейчас. И мы совершенно точно не готовы к тем, которые ожидают нас в будущем, так как пока мы лишь играем в догонялки. Ряд штатов США, в частности Калифорния и Нью-Йорк, предпринимают собственные, более жёсткие меры в сфере защиты экологии. В сентябре прошлого года губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал распоряжение, согласно которому уже к 2045 году штат должен достичь нейтрального показателя выброса углерода. Город Нью-Йорк борется со своими собственными вызовами. Порядка 70% выбросов парниковых газов в Нью-Йорке обусловлены зданиями. Это намного выше показателей других городов и в среднем по США. В других городах эта статистика, как правило, более равномерно распределена между зданиями и транспортом. Администрация Трампа вывела США из Парижского соглашения по климату и заявила, что изменение климата — это обман. Большинство учёных, однако, отмечают, что изменение климата планеты — уже доказанный научный факт. Изменение климата — это не тот вопрос, о котором можно спорить. Его уже можно выразить в цифрах. Мы знаем, что климат Земли становится другим. Оставшись без поддержки администрации США, сегодня всё больше штатов страны и компаний предпринимают самостоятельные меры по борьбе с этим трендом. Продолжение следует...